Приветствую вас. У меня к вам маленький вопрос возник после прочтения текста, да? Вот, знаете, я читаю ваш вопрос, и у меня действительно есть очень сильное такое ощущение, сильное ощущение обиды вашей. То есть вы действительно обижены очень сильно. Вы действительно переживаете из-за того, что происходит. Вам действительно обидно, что вы очень много усилий тратите на то, чтобы учиться, чтобы получать оценки и так далее, и так далее, и так далее. Вот. А она, она не делает ничего. И в итоге её, значит, куда-то берут и так далее. Да? И она, значит, развивается. И вас это раздражает. Так вот, мой вопрос к вам заключается в следующем. Вы учитесь ради чего, собственно? Учитесь вы зачем? Ради оценок? Ради соревнований, ради конкуренции, ради, не знаю, достижений каких-то? Ради чего вы учитесь? Серьёзно. Дарья, зачем вы учитесь? Для кого вы учитесь? Для себя вы учитесь? Или для, ну, я не знаю, для кого-то, может быть, для своих родителей или для кого-то, чьи ожидания вы пытаетесь оправдать, вот, ну, занимаясь тем, чем вы занимаетесь? Вы серьёзно считаете, Дарья, что оценки играют какую-то роль? Вы же сами видите, что дело не в оценках? Вы сами видите, что дело не в каких-то результатах. Вы сами видите это, что дело не в оценках. Дело в отношении человека. Дело в том, как человек относится к тому, что он делает. Именно в этом, где в этом всё дело. Понимаете? И вот, и отсюда, отсюда возникает момент, который говорит нам о том, что оценки являются исключительно субъективной позицией. Исключительно субъективной позицией. Оценки являются тем, что зависит от человека. И у вас могут быть плохие оценки, у вас могут быть хорошие оценки. И это не важно. Важно то, чем вы занимаетесь. Важно то, что вы делаете. Важно то, для чего вы учите материалы, ради оценок или ради того, чтобы заниматься любимым делом. И важно то, как вы ставите себя перед другими людьми. Ещё раз повторю, то, что происходит, ага, то, что, вот, имеет место быть, дискредитирует оценки, как таковые. И остаётся только лишь человеческий фактор, который вы либо принимаете, либо нет. Только человеческий фактор. И исключительно. Поэтому. Поэтому. Я рекомендую вам ответить себе на вопрос. Зачем я учусь? Зачем мне учёба? Зачем мне оценки? Как я пришла вообще к тому, чем я сейчас занимаюсь? И между прочим, между прочим, подруга ваша, ну или эта девочка, она имеет право гордиться и хвастаться тем, что она сделала, тем, чего она достигла, потому что это действительно её достижение. Не важно, как она этого добилась. Существует проблема, в которой вы тратите очень много ресурсов на то, чтобы учить. И то, что вас это раздражает, говорит о том, что учиться вы, в общем-то, не так сильно и хотите. То есть, не сказать, что вы получаете удовольствие от этого процесса. Не сказать, что вы, ну, прямо в восторге от того, что делаете. А это значит, что учитесь вы не ради себя, не ради своего дела, а потому что надо. И позволить себе расслабиться вы не можете. Потому что надо, надо учиться. Надо заниматься. Я должна, я обязана. Я обязана быть отличницей. Так вот, я скажу вам такой момент, что то, что вы отличница, не делает вас успешным. Не отличные оценки, не хорошие оценки делает человека успешным. Не образование даже делает человека успешным. Успешным человека, в первую очередь, делает его взаимодействие с другими людьми. Его связи. Его восприятие себя. Вот, что делает другого человека. А вот, что делает, точнее, человека успешным. Понимаете? Именно это и не ничто другое. И вы, либо, вместе с психологом, увидите в себе, откуда у вас появилось вот это вот, я обязан научиться на пять. Я обязан скалывать много, забывая при этом про себя и, в общем-то, превращаясь в преследователя всех, кто учится как-то слабее, но получая такие же оценки. Либо вы принимаете факт субъективности оценок и вводите только одну оценку, свою собственную. То есть, делаю ли я то, чего я хочу? Занимаюсь ли я тем, чего я хочу? Или нет? Либо продолжаете двигаться в том же русле, что двигаетесь и сейчас, и в итоге обрекаете себя на страдания. Потому что всегда будут люди, которым легче даётся то, что тяжело даётся вам. Потому что эти люди делают всё по желанию, по спонтанному желанию, а не по насилию, как это делаете вы. Вы можете быть свободной, вы можете быть не свободной. Вы можете быть свободной и естественной, спокойно воспринимая успехи других людей и понимая, ради чего делаете то или иное вы. И вы можете постоянно завидовать другим людям, которые добиваются того же, что и вы, но куда более лёгким путём. Решать вам, потому что люди не изменятся и всегда будет тот, кто может находиться в том же положении, что и ваша знакомая, и вы из-за, из-за каждой такой личности будете переживать. Ну, если честно, я не думаю, что это сколько-нибудь хорошая и конструктивная позиция. Поэтому решать вам исключительно. Вот. В зависимости от того, каким будет ваш выбор, я полагаю, что вы получите свой дальнейший опыт. Потому что, согласитесь, несколько странно дружить с людьми только потому, да, что у них, грубо говоря, ну, такие же успехи, как у вас. А эта девочка, она не делает ничего противозаконного, да, она никого не обманывает, она не нарушает, ну, никаких законов, она не нарушает никаких норм, она делает то, что позволено, в принципе. Вот. Вот. Это её право. Получать от жизни удовольствие. А вот вы, вы завидуете ей. И ваша зависть, по сути, ваша зависть, это ваша ответственность. То есть, постарайтесь принять, что вся эта ситуация, которую вы описываете, да, это ситуация вашего восприятия того, что происходит. Ваше восприятие того, что имеет место быть между вами и этой девочкой. С этой девочкой вообще. И поскольку это ваше восприятие, то и вам нести ответственность за это. Весь вопрос в том, захотите ли вы этого или нет. Вот. Я понимаю, что вы чувствуете себя обязанной, скорее всего. Я понимаю, что вы чувствуете себя обязанной, скорее всего. Ну, учиться. Я понимаю, что вы чувствуете себя обязанной вкалывать. Я понимаю, что это действительно так. Вот. Но, тем не менее, обязанности надо, это совсем не то же самое, совсем не то же самое, что я хочу. Вот. А нужно, чтобы было «я хочу». Если есть «я хочу», если есть «я хочу», то нет места абсолютно, нет места негативу. Понимаете? А нет места негативу, ну вот, собственно, для других людей, по отношению к другим людям. А вы живете не я хочу. Вы живете именно надо. Отсюда и раздражением. На этом все. Я надеюсь, что он помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку, я буду рад помочь вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.